Всем привет, мои хорошие! Сегодня снова с вами я, Олья Ермилова, и мы сегодня с вами продолжаем говорить на темы, которые не для всех, но я точно знаю, что люди, которые меня смотрят, это понимают. Поэтому мы говорим с вами о том, каким образом мы можем влиять на свою жизнь, менять свою жизнь, делать это не через эзотерику, не через что-то несусветное, а через то, о чем уже много лет, десятилетий говорят очень умные, мудрые люди, которые пользуются этими инструментами, которые пользуются силой своего разума, а мы по-прежнему считаем, что не дураки, мы это уже слышали, мы это уже знаем, наверное, это работает, но будем все надеяться на Бога, на Вселенную можем надеяться, я тоже недавно надеялась на Вселенную, до тех пор, пока не поняла, что Вселенной слишком много дел, и она уже все нам дала, она дала нам наш разум, который является для нас таким вот, как мой чехол, пультом управления от нашей жизни, и пока мы это не осознаем, мы будем жить так, как живется. Сегодня я хочу, чтобы дать вам понять еще больше, как все устроено, рассказать вам о силе разума нашего в контексте сознания и подсознания, мы с вами часто очень слышим сознание, подсознание, мы приблизительно понимаем, что это, но не все и не сильно. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое сознание, что такое подсознание в контексте того, каким образом мы можем эту информацию не просто, типа, знать из книжки, а что-то с ней делать, что-то она нам должна, как бы, давать. Вообще, вы должны понимать, что часто говорят, что сила, знание – это сила, это все вранье, потому что знания на данный момент у нас есть все в интернете, и мы, в принципе, с вами имеем в руках все телефон и можем получить любое знание. Если раньше это надо было зачем-то учить, что-то там делать, то сейчас сила в бизнесе – это в том, чтобы иметь людей с подходящими знаниями, если вам это необходимо, в принципе, для себя, то ваша задача – научиться пользоваться телефоном, ну, в общем-то, и все. Но знание – это потенциальная сила. Почему? Потому что большинство из нас получают знания, которыми не умеют пользоваться. Я всегда привожу примеры, это как отлично знать, как выглядит наш автомобиль вообще по деталям. Есть такие люди, вот они знают, где там двигатель, как заводится, какое сцепление, куда переключается коробка передач, как это все устроено, но ездить не умеют. И вот тут вопрос, а нахрена ты знаешь, как она ездит, если ты ездить не умеешь? Поэтому знание – это только потенциальная сила. Реальная сила – это становится тогда, когда вы эти знания начинаете применять. И вот когда я пишу какие-то посты или рассказываю что-то, меня как, знаете, пятиклассницу гладит по голове, говорит, Оль, молодец, хорошо сказала. Олечка, да, вы такая умница. Вот я, ну, улыбаюсь, потому что, ну, естественно, опция у меня такая. Но я это делаю не для похвалы. Мне забавно каждый раз, когда люди говорят «молодец», но я захожу и смотрю в профили людей, и понимаю, что то, что люди об этом слышали и знали, это не имеет никакого отношения к их жизни. Так тогда вопрос, какого черта вы это делали? Что вы тогда изучаете? Зачем вы читаете эти книжки? Ольга, посоветуйте, какие книжки нам еще изучить? Какие еще почитать? Знания становятся реальной силой тогда, когда вы эти знания начинаете применять. Поэтому так важно перестать читать 20 тысяч книг подряд, заниматься скорочтением, знаете, гордиться. Что бы еще почитать? А научитесь хотя бы что-то применять, хотя бы что-то применять в своей жизни. И вот об этом я говорила как раз вот у меня свеженькие воспоминания рерайтовцам, потому что рерайтовцы у меня тоже такие люди, которые приходят на марафон, которые говорят, давайте еще, я хочу еще быстрее осуществить все свои желания, мне вот надо вот быстро и скоро. Конечно, очень прикольно, когда вы живете 20, 30, 40, 50 лет так, как вы жили, а потом вдруг вы хотите измениться. И измениться вы желательно хотите за неделю. Вот за неделю, пожалуйста, пусть у меня все в жизни изменится. Так вот, у нас с вами есть в голове сознание и подсознание. И это такие две очень важные отрасли нашего мозга, нашего мышления, которые, по сути, и отвечают за то, что у нас есть. Давайте теперь будем разбираться уже с этим знанием, которое мы сможем с вами в дальнейшем применять. Я надеюсь, поэтому слушайте внимательно. Итак, что такое сознание? Сознание – это, по сути, то, что мы получаем в контексте нашего жизненного опыта. Когда мы с вами стремимся найти решение какого-то ответа, как починить машину, как сделать какое-то задание, как написать или сделать какое-то предложение, как выступить, мы с вами используем наше сознание, мы используем логику, мы используем то, чем мы можем с вами, ну, как бы то, что мы уже раньше использовали, мы пытаемся вспомнить и подумать, как это может быть. У нас включается чисто логика, каким образом мы можем решить этот вопрос. Вот и все, что такое наше сознание. Поэтому в нашем сознании, когда я говорю вам, например, что вы можете изменить свою жизнь, вы не понимаете, как это сделать сознательно. Потому что, я говорю, вы можете купить все себе, например, там, Porsche Cayenne, и вы начинаете, ваше сознание начинает выдавать. Так, подожди, а как я могу? Вот смотри, ты работаешь на работе, у тебя зарплата, например, 1000 долларов, а Porsche стоит 120 тысяч долларов, это тебе что надо, сколько тебе надо? 10 лет, не есть и не пить, только копя на Porsche, и она говорит, что каждый может получить и сделать это быстро. Вот это работает ваше сознание. Ваш сознательный разум не может уложить эту информацию в своей голове. Он думает чисто рационально. В сознании очень хорошо, когда ты находишься в сознании, тебе нужно понять, что тебе купить в магазине, когда тебе нужно какие-то решить логические вещи, но наше сознание, оно, ну, очень сильно нас оберегает и очень сильно, как бы, нас в голове держит. Как только вы начинаете мечтать, подключается ваше подсознание. Наше подсознание, оно не ограничено вообще ничем. И когда мы начинаем с вами говорить, что мы можем все, что угодно, мы начинаем о чем-то мечтать, там вот я бы хотел, приходят на рерайтер люди и начинают писать, писать, фантазировать, задействуется уже другое полушарие, и у нас начинает включаться наше подсознание, в котором есть огромное количество картинок, потому что представить и придумать вы себе можете все, что угодно. Если я вас сейчас попрошу вообразить, что вы находитесь в космосе и плаваете там в бассейне со жвачками, вы эту картинку увидите. Это не ваше сознание, это уже задействуется ваше подсознание. Но в этот момент что делает ваше сознание? Ваше сознание говорит, класс, молодец, фантазер, здорово, вообще молодец, хорошо, полетал, прекрасно. Ваше подсознание говорит, я еду на машине, я говорю, представьте, как вы едете себе сейчас на машине, как вы давите на газ, это ваш Porsche Cayenne, это ваш деревянный руль. Ваше сознание говорит, класс, молодец, здорово, нам надо за квартиру платить, нам ребенка твоего кормить надо, вот тут, который сидит. Ты о чем думаешь? И ваше сознание абсолютно право в данном случае, потому что ваше сознание не дает вам, ну, улететь. Оно вас где-то держит, и это нормально. Но вы должны понимать, что так или иначе ваше сознание очень сильно ограничено, и оно всегда вас будет держать в рамках. Оно не даст вам возможности с помощью логических мыслей, оно не даст вам возможности выйти за рамки. Помните, как появилось на рынке Кока-Кола? Некий там аптекарь, дедушка принес и продал аптекарю определенный рецепт, там, в горшочке. Дал бумажку и дал в этом горшочке какую-то смесь, с помощью которой должны были появляться вот эти газики, пузырики у чувака, и продал это за 500 долларов. Человек, который это купил, у него появилась идея тогда, что это может превратиться во вкуснейший напиток, который люди будут пить во всем мире. Его фантазия рисовала ему сумасшедшие картины, он представлял, что люди ради этого напитка, ну прям будут не то что с ума сходить, но все захотят его попробовать. На сегодняшний день Кока-Кола это самый огромный потребитель сахара. Кока-Кола дает миллиарды мест рабочих, Кока-Кола продается в каждой стране, практически в каждом ларьке. Если бы у человека не было такой фантазии, которую выдало его подсознание, а сознание бы ему сказало, это что ненормально вообще, как ты вообще за 500 долларов можешь покупать какую-то хрень? Мы бы с вами не знали, что такое Кока-Кола. Таких примеров миллион, и это говорит о том, что наше подсознание все-таки может играть с нами хорошую штуку. Теперь давайте рассмотрим с вами, а что такое это подсознание, как этим пользоваться? Смотрите, наше сознание, как я уже говорила, ограничено набором того опыта, который мы с вами получаем. Оно разумно понимает, это возможно, а это не очень. Но поскольку мы с вами уже знаем, что наша вселенная это энергия, и мы с вами это тоже часть этой энергии, то есть мы с вами, если нас замерить, мы с вами излучаем определенную энергию, и все вокруг нас имеет некую энергию. Мы являемся такой частью этой энергии. Так вот, во вселенной есть абсолютно все. Чтобы вам было понятно, мы можем себе представить абсолютно все. Вас, если вы начнете что-то представлять, то ваше подсознание никто не может этому ограничить. Так вот, если ваш разум говорит вам о том, что это невозможно, то ваше подсознание говорит вам о том, что я могу представить и нафантазировать абсолютно-абсолютно все. И наше подсознание является некой, знаете, как нашему головному мозгу, если приставить розетку, такую не розетку, а трубку, а вот там вся наша вселенная. Так вот, у нас не только могут утекать туда мысли, но мы можем через эту розетку получать абсолютно все. И для того, чтобы мы могли с вами подключиться, наш интернет был доступен по всему миру или по всей вселенной, или наши возможности были безграничны, нам нужно задействовать наше подсознание. Все, что не укладывается в нашем сознании, мы можем получать через подсознание. Каким образом это делается? Делается это путем медитаций и специальных тренировок. Когда мы с вами меняем свое состояние, переходим на уровни альфа, когда у нас замедляются наши процессы головного мозга, и мы с вами имеем возможность находиться на одной частоте с нашим вселенной. В этот момент задействуется наше подсознание, которое у нас участвует в наших снах, это как раз работа нашего подсознания, откуда вы видите такие картинки, которые участвуют в моменте визуализации, это тоже работа нашего подсознания. И наша задача в это подсознание закладывать те программы и установки, которые нам необходимы. Почему, если у нас есть такие возможности подсознания, наша жизнь с вами настолько бредово устроена? А все просто, потому что это у нас записано в подсознании. Когда нам наши родители очень много лет рассказывали о том, что мы чего-то не можем, то мы в это поверили. В нашем подсознании уложилась картинка того, что нам называли в сознании, в рациональном состоянии, что много денег не заработать. В вашем подсознании стоит вот этот кадр, который подсоединен ко вселенной. И вы вместо, вот знаете, как в Макдональдс заезжаешь, вы вместо выдачи, когда подъезжаете, вы говорите, пожалуйста, денег много не надо, потому что у вас шнур вот сюда, в микрофончик вы говорите, денег много не надо. И вселенная говорит, понятно, вы говорите, много не заработать, окей, машину купить невозможно, ясно. И вам это же все и выдается. Вот что происходит. Почему? Еще раз. Для того, чтобы что-то попало на уровень подсознания, мы должны в это поверить. Мы начинаем верить даже на автомате, если мы об этом не думаем, если нам много раз об этом говорят. Если нам говорят, что это невозможно, мы начинаем в это верить. Все мировые рекорды доходили до каких-то определенных отметок и не могли быть побиты, пока утверждали, что человек физически сделать этого больше не может. Затем проводились различные опыты в разных видах спорта, где, например, писали не тот вес на гантели, намеренно его завышая, но говорят человеку, что он по-прежнему поднимает тот вес. И он брал тот вес, который не мог взять, но он это делал, потому что он не знал. Он не знал, потому что его разум не знал, его разум его не ограничивал. Ваши возможности точно так же бесконечны. И для того, чтобы вы могли что-то получить, мы должны переписать наши программы на уровне подсознания. Мы должны вытащить то, что годами нам вбивалось, то, что считалось правдой. Что делают по телевизору? Вбивают в наше подсознание определенные вещи. Так как в свое время, например, никто не думал о том, что нужно делать прививки или не нужно, никто не спрашивал. Это было вбито, а что можно не делать, а почему никто об этом не думал. Есть программы по умолчанию, точно так же, как никто не думает, почему дети сейчас в школе учатся 12 лет. Всю жизнь так было. Почему ребенок обязательно должен идти получать высшее образование без паузы, например, заканчивая школу, тут же идти получать. Почему у него нет угода на то, чтобы он мог ознакомиться с разными профессиями? Почему нет такой программы? Когда у человека появляется возможность по месяцу постажироваться, что-то выбрать, увидеть, как это работает изнутри, нету. Есть совершенно другая установка, и никто об этом не думает. Точно так же, как почему очень много лет не проходило никаких реструктуризаций и в ЖЭКе, и еще где-то до сих пор, ну как бы только-только мы начали переходить на какие-то электронные вещи. Как наши мамы до сих пор много лет стояли и платили в кварплату не через приложение. Хотя уже такие возможности были, да потому что это вбито, вбито в подсознание. И до сих пор многие родители, научите своих родителей, как оплачивать счета через интернет, до сих пор идут и стоят в кассе, в очереди, потому что они не привыкли пользоваться вот этим, потому что для них это дико. Вот что, ребята, происходит. И если вы хотите изменить свою жизнь, то вам необходимо подключиться к своему подсознанию. Вам необходимо научиться им пользоваться так же часто, как и сознанием. Это ежедневные его тренировки и ежедневные погружения в это подсознание. Мы используем наше подсознание как нарядные туфли, которые мы когда-то купили. Вот что происходит. Мы обращаемся к подсознанию в основном только тогда, когда мы не знаем, как решить вообще уже какой-то способ. Это знаете, как мы вспоминаем о Боге. Так вот, этот Бог внутри нас. Когда происходит, не дай Бог, какая-то трагедия и беда, что-то происходит, когда вы не знаете, что делать, вы уповаете на Бога. Так вот, вы должны знать, что у вас этот Бог всегда, что у вас доступ и мобилка с ним находится постоянно. У вас даже не то, что мобилка, он вас все время слышит, но вы им не пользуетесь. Вы не пользуетесь, вы туда не говорите, вы все время пытаетесь решить рационально. Рационально на сегодняшний день, если вы обычный человек, естественно, непонятно то, о чем я говорю в контексте того, что вы можете получить все. Вы рационально не можете понять, как ваша жизнь может измениться через несколько месяцев или через год. Вы рационально не можете понять, как вы можете перестать ездить в общественном транспорте и пересесть на другую машину. Рационально это не понять. Но когда вы подключаете силу своего подсознания и устанавливаете прямую связь, с вами начинают происходить те ситуации, обстоятельства, которые вы себе представить не могли. Потому что прикол заключается в том, что когда мы в свое подсознание посылаем программы, когда подключается наша раз, помните, ретикулярно активирующая система, я записывала об этом видео, тогда происходит то, что нам не нужно искать варианты, как это произойдет. Все начинает происходить само по себе, ситуации начинают случаться, ваш мозг начинает притягивать и видеть на этих частотах то, что вам необходимо. Не то, что у вас нет денег и это невозможно, а он начинает видеть возможности. Я, конечно, все это говорю и думаю, боже, в какой-то момент, наверное, люди скажут, Оль, мы не будем тебя смотреть. Я не хочу таких программ, я хочу, чтобы вы меня смотрели, чтобы вы меня слышали и хотя бы пытались понять. Это сложно, потому что я стараюсь запихнуть в одно видео очень много, но это гораздо проще, когда мы кушаем это порционно. На Рерайтере я очень стараюсь давать маленькие порционные видео и по чуть-чуть готовить это. Я очень стараюсь, чтобы люди сразу же применяли какие-то упражнения, техники, чтобы это было понятно на примере, как это работает, и получали маленькие результаты. Результаты в виде того, что вам освобождаются парка места, когда вы подъезжаете. Результаты в виде того, что вам дарят вдруг неожиданные подарки. Результаты в виде того, что к вам приходят неожиданные как будто бы деньги. Результаты в виде того, что в вашем окружении появляются новые люди, о которых вы раньше могли только мечтать. Результаты в виде того, что налаживаются ваши личные отношения или отношения с вашими родителями. Каждый маленький шажок, каждая маленькая победа является такой каплей, которая показывает, что это работает. И вы должны понимать, что вы можете либо забить на это, либо сказать, я знаю, спасибо, теперь я так буду делать, либо реально начать это делать. Прорабатывать это в самостоятельном формате, если вы находитесь в точке ноль, я не хочу, устанавливать вам программу невозможно, но это очень сложно и очень долго. Поэтому я, конечно же, приглашаю вас присоединяться к нам, если у вас есть такой интерес, присоединяться в Рерайтеры, потому что там чудеса происходят гораздо быстрее, там вы разбираетесь во всем гораздо быстрее, там вы за месяц очень сильно меняете свое сознание, вы учите свое сознание, потому что ваше сознание расширяется, наша задача с помощью подсознания расширить свое сознание. И мы начинаем использовать, видеть, что у нас есть гораздо больший набор инструментов, чем нам казалось раньше. И самое главное, мы начинаем регулярно задействовать свое подсознание и вбивать в его плотность все то, что нам необходимо, чтобы у нас на подсознательном уровне были записаны не программы бедности, а программы успеха и богатства. И когда это происходит, когда у вас появляется уже эта внутренняя уверенность, которую мы нарабатываем ежедневными практиками, там 30-40 минутными, когда вам уже не нужно сомневаться в том, получите вы это или нет, когда вам не нужно сомневаться в том, уверены вы или нет, вот это приходит на уровни подсознания. Люди часто говорят, Оля, как ты научилась говорить? У тебя всегда это было? Нет, у меня это было не всегда. Но я это делаю регулярно, и у меня уже, если ночью вы меня разбудите и включите камеру, и даже не скажете, о чем говорить, я начну это делать, потому что это уже в моем подсознании. Я уже не могу представить себе такую ситуацию, что однажды я выйду и не буду знать, что сказать на любую тему. Нет, такого быть уже не может. То же самое происходит и со всем остальным. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Если вам интересны эти темы, говорите, Оля, продолжай снимать. Если нет, я буду стараться прекращать это дело и оставлять канал пустым, потому что сейчас мной это очень движет, мне это очень интересно. Я очень много не только читаю, не только изучаю, практикую, но и получаю результатов самых разнообразных. Это очень круто, я думаю, что в скором времени я уже начну показывать вам то, что для вас будет явно очевидным прогрессом. Всем хорошего дня и жду на рерайтере жизни с 1 июня Новый поток.